В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе и рассказали о предстоящих планах. Подробности далее. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начинаем наше совещание. Сегодня ряд вопросов, связанных в основном с хозяйственной повесткой, работой блока ЖКХ, также благоустройство территории округа. Конечно же, это дорожная инфраструктура, какие дороги. Мы их практически на каждом нашем совещании поднимаем вопрос, так как это самая актуальная тема. Одна из главных тем на оперативном совещании – модернизация коммунальной инфраструктуры. В этом направлении предстоит большая работа. На этой неделе стартует ремонт тепловых сетей. Он пройдет на территории всего городского округа. В рамках запланированных на сегодня мероприятий и уже отыгранных конкурсов нами будет проведен капитальный ремонт сетей теплоснажения на общей протяженности 5,31 километра. Это в двухтрудном исчислении. Для того, чтобы проинформировать жителей о сроках и объемах работ, запланированных нами к проведению в этом году, нами проведены встречи с инициативными жителями, на которых подробно было рассказано о том, какие сети в этом году подлежат у нас капитальному ремонту. Конечно же, в домолчатах, на всех информационных досках должны висеть схемы ремонта, сроки. Заходим в июне, выходим с этого двора в июле, условно, будет. Люди должны знать, где что будет происходить, почему перекопан двор и так далее. И встречи с жителями должны подходить регулярно. Ремонт предстоит и на муниципальных дорогах городского округа. В этом году определено 10 участков, 3 из которых по результатам голосования на портале Добродел. Общая площадь запланированных работ превысит 70 тысяч квадратных метров, а протяженность ремонтируемых дорог более 8 километров. На сегодняшний день выполнен ремонт пяти автомобильных дорог местного значения, общей площадью почти 33 тысячи квадратных метров и протяженностью более 4 километров. После получения положительного экспертного заключения качества выполненных работ по ремонту дорог, будут проведены работы по нанесению разметки. А ретировочные в течение месяца после окончания работы по ремонту. Уже совсем скоро наступят каникулы, а вместе с ними в городском округе Люберцы стартует летняя оздоровительная кампания. Сейчас учреждение образования готовится к приемке школьных лагерей. Детей ждет восьмичасовое пребывание с трехразовым питанием, дневным сном, прогулками. Также предусмотрена досуговая и познавательная деятельность. Муниципалитетом также ежегодно организуются выезды детей в детские оздоровительные лагеря, расположенные в Подмосковье и Краснодарском крае. В первую очередь будут направлены в эти лагеря дети из семей льготных категорий. Это дети из многодетных, малобеспеченных семей, дети граждан-участников специальной военной операции, дети-сироты, дети, оставшиеся без побечения родителей. Благоустройство уже существующих парков и создание новых современных зон отдыха – еще одна тема, которую подробно рассмотрели на совещании. В этом году предстоит реализация четырех масштабных проектов. Обустройство парков на берегу Черного озера и в деревне Марусино, а также реконструкция летнего и Наташинского парков. Кроме того, в текущем году в городском округе появятся новые скверы. Проекты прогулочных зон согласуют с жителями. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Всем хорошего рабочего дня.